Заглянуть в глубины Вселенной человечество мечтает очень давно, но чем дальше в космос, тем темнее. Так называемая темная энергия не дает покоя астрофизикам, и чтобы пролить на нее свет, они решили использовать супервозможности высокогорного телескопа ALMA. Мы продолжаем рассказывать об этом чудо техники, и сегодня Александр Шишко о специальном сканере для черной материи. Он способен заглянуть туда, где, возможно, даже скрываются другие цивилизации, на расстоянии 8 миллиардов световых лет. Однако у этого сверхмощного телескопа, что расположен в Чили, задача не найти инопланетян, а понять, что за черная энергия окутала галактики и занимает 75% Вселенной. Dark Energy Camera, аналогов которой сейчас нет в мире, создавалась 8 лет. Рассматривать Вселенную она будет с помощью 74 специальных датчиков, фотоаппаратов, напоминающих телефонную будку. В каждом из таких есть специальные матрицы, чувствительные к красному свету, от самых далеких галактик. Система из пяти линз, самая большая, из которых около метра в диаметре, позволит получить непревзойденный угол обзора. Вселенная — самый крупный объект и самый беспокоящий объект. Кто придумал это? И теоретики очень сильно хотят объяснить, как все это было создано. Это что-то интересное. Понять, что такое черная энергия, ученые со всего мира пытаются уже не одно десятилетие, когда вдруг обнаружили, что это загадочное вещество удаляет галактики друг от друга. При этом скорость каждую секунду почему-то увеличивается. А ведь должно быть наоборот. Такое впечатление, что есть сила, расталкивающая их. Что это за сила, мы не знаем. Это может быть поле, неизвестное нам. Когда-то мы не знали об электромагнитном поле, теперь знаем. Чтобы приблизиться к разгадке тайны черной энергии, ученые намерены просмотреть с помощью чилийского телескопа 300 тысяч галактик и 4 тысячи сверхновых звезд. Благодаря снимкам с разрешением 570 мегапикселей, они собираются получить не только новые знания, но и выгоду. Я думаю, антигравитация это довольно полезная вещь. Возьмите романы писателей-фантастов, и вы увидите много антигравитационных звездолетов, автомобилей. И вообще преодолеть силу тяжести было бы полезно. Вдруг окажется, что можно приручить эту темную энергию и использовать в транспортных целях. Я в это не верю. Но кто знает. Первые снимки с Dark Energy Camera уже получены, но впереди еще 5 лет работы, в которой будут участвовать 23 научно-исследовательских учреждения. И, возможно, к концу этого десятилетия мы сможем понять не только эту астрономическую тайну, но и выяснить, что ждет Вселенную в далеком будущем. Александр Шишко, Вячеслав Сысоев, Борис Брыкин. Вести.